Хотел вам сообщить, что я узнал информацию от главврача, что Бельскую больницу за последние 8 лет кинули на 850 миллионов рублей. Почти миллиард больница недополучила. В больнице есть всего 4000 масок. Масок в стране нет, в том количестве, которые не нужны. И многие бельчане, жители страны, пишут мне о том, что пожалуйста решайте что-то с масками. Да, значит хорошо, что я нашел какие-то тысячи масок, которые готовили на протест к плохишу медицинские маски, закупленные европейского производства. Завтра, вчера выдали из примарии из тех, что мы шьем тысячу масок в бельской больнице. Завтра я им отдам тысячу этих, сделанных в Европе. Значит остальное распределю между центрами семейных врачей в Бельцах. И плюс 2000 масок я им передам. Сейчас их для меня там шьют как бы по заказу. Я это все оплачиваю как бы из своих денег. Значит маска будет стоить там 10-11 лет. Но маска прочная, я показал врачам, они говорят, таких хороших еще не видели. То есть очень прочная, очень толстая ткань. Значит я решаю проблему, чтобы на входе установить современную технику, которая там только наступил и сразу разогретую пленку как бы обволакивает ногу. То есть получается бахилы из полиэтилена намного толще бахил. То есть он не рвется, потому что бахилы ну совсем тоненькие вы видели. Значит и то есть я делаю то, что мы можем сегодня делать. На этой неделе в Бельцах будет тысяча, примерно полторы, значит этих тестов. Значит это будут спид-тесты. Значит что происходит сегодня? Есть подозрение температура в скафандрах. Человеческий ресурс тратится, врачи я имею ввиду. Человека в скафандр, скорая помощь Кишинев. Значит эти спид-тесты будут позволять определять, там три полоски, значит первая стадия, значит чисто, вторая вроде подозрения, третья как бы есть. Там 92 или 94 процентов, 92-94 процентов случаев эти тесты не ошибаются. Чтобы если у человека и вон определят этот коронавирус, у любого жителя на Сирии Малую, вот тогда его висит в Кишу. А не гонять скорой по 200-300 человек в день, вы посмотрите, по всех трассах ездят эти скорой помощи, очереди во всех больницах и так далее. Это для того, чтобы облегчить, я иду на этот шаг, для того, чтобы облегчить сегодня работу врачей и в Кишиневе, в столице, и вообще по всему северу Молдовы. Значит я жду, очень надеюсь, что в ближайшие дни у меня будет этот тест, значит сертифицирован в Евросоюзе этот тест. Я как бы попробую его на себе, потом как бы его смогут получить, значит больница скорой помощи в Бельцах, республиканская больница. Буду думать, как помочь нашим районам на всем, на всем севере Молдовы. Значит, самое важное, значит, хорошо, есть вещи, которые я могу решить, но есть вещи, которые нужно срочно принимать на уровне правительства. Причем срочно, у нас есть чрезвычайное положение.